Ответ еще очень важный на вопрос, зачем нужна модернизация. То есть дело в том, что с моей точки зрения, а моей имею в виду вот то, которое Раф Кук, и которая вот эта вот, та половина иудаизма, которая модернистская, прям вся эта половина, она вся считает, что вся жизнь есть божественное откровение. То есть божественное откровение – это не только то, что было пророком, но божественное откровение – это еще и то, что раскрывается в ходе самого развития жизни. В развитии культуры, в развитии науки, в развитии социум, в развитии морали, социальных систем, принципов жизни и всего на свете. И поэтому все это тоже откровение. Теория эволюции – это тоже одно из божественных откровений. Поэтому теория эволюции нужна не для того, чтобы спорить с Дарвином, это так, что шла эволюция или не так, и как-то с биологией. Пусть биологи с этим и сбираются. Моя задача понять, что эволюция – это совершенно фундаментально другой взгляд на мир. Это совершенно другое восприятие мира эволюционное. И оно должно быть правильно интегрировано с иудаизмом. То есть предыдущее откровение никуда не делось, но новое откровение все время продолжается. Создание Израиля – это новое откровение. Новая физика и не то, что специфические теории относительности или специфические квантовая механика, но это же вообще новый подход к науке – это некоторое божественное откровение. Новое понимание искусства и творчества – это божественное откровение. Все это некие формы божественного откровения. Мы должны понять, что Бог хочет нам сказать, и интегрировать это с прежним божественным откровением. То есть тот, кто не модернизирует религию, он недостаточно религиозный. Настоящая вера состоит не в том, чтобы сохранять и верить в то, что верили раньше. Настоящая вера – это верить в то, что Бог продолжает с тобой разговаривать. И то, что ты можешь понять из того, что Он говорит. Поэтому я бы сказал, что человек является религиозным не в той мере, в какой он соблюдает заповеди, это само собой, а в той мере, в которой он хочет услышать божественное слово и его интегрировать с прежним божественным словом. То есть степень религиозности – это степень готовности модернизировать свои религиозные взгляды. Понимаете, это совсем другое понимание веры. Я просто в качестве примера, если вы знаете, что слово «вера» вообще концепция веры, вся крутится вокруг истории, когда Бог обещает Аврааму потомство, а у него нет детей, и Бог его выводит наружу, это там в книге «Бытия», естественно. И говорит, вот видишь, как много небе звезд, таким будет твое потомство, сказано, и Авраам поверил Богу, и он ему это вменил в праведность. И пережить, что Авраам поверил Богу. Ведь поверил Богу – это не то, что Авраам поверил в Бога. Авраам и до этого разговаривает с Богом. Фразу «поверил Богу» нельзя истолковать, как веру в Бога. Понятно это, да? Фраза «поверил в Богу» означает доверие к божественному обещанию, несмотря на то, что текущее состояние другое. То есть это надежда на то, что в ходе развития все нормально уляжется. Поэтому вера в Бога – это доверие к ходу исторического процесса. Можно вопрос? Да. У меня тут прямо целый комплект вопросов. Первый вопрос – что вы считаете фактом? Я не знаю, больше. Вопросы были, что такое факт. Значит, когда я говорю про факты, то я, конечно, имею в виду научно признанные факты. Когда я говорю, что Харари выбирает те факты, которые ему выгодны, это значит, что из признанной истории, из признанных научных фактов, исторического развития Харари отбрасывает все, что ему не соответствует. Из чисто исторических данных. Поэтому, когда я говорю, что Харари – это попса, это не в смысле, что он с религиозной точки зрения попса, а в том, что он с научной точки зрения попса. То есть, просто игнорируется половина фактов. Теперь. Ну, я говорю, марксизм, если нужно. Марксизм. Прокризм, скажем. Можно не промарксизм. Давайте уже, еще то, что у нас было про то, что Красное море расходится, и то, что чудеса, которые в Евангелии описаны, разумеется, я их к фактам не отношу. Это вопрос определенной веры каких-то, значит, тех или иных групп. Я, кстати, не сказал, что думает иудаизм про христианские чудеса. Это, кстати, интересный вопрос. Совсем не то, что вы задавали, а пример, что такое модернизация в иудаизме. А именно, в Евангелии описаны разные чудеса. Что думают иудаизм про то, эти чудеса были они или нет, имели они место или нет. Хождение по воде. Хождение по воде, но имели и все остальное. Воскрешение. В общем, хождение такие мелочи. Воскрешение. Я буду видом, да. Ну, и в Евангелии, эти чудеса неопалимые путина через Красное море прошли. Мы тоже могли быть чудесными. Окей, окей. Да, так я отвечу, что думает иудаизм про христианские чудеса. Ответ. Ответ. С точки зрения иудаизма диаспоры, то есть иудаизма защитительного, он, конечно, в основном говорил, не надо к нам с этим, это нас не касается, отстаньте от нас. Теперь. Что? Что касается модернистского иудаизма, то есть Яф Кук, то он пишет, что относительно христианских чудес, с еврейской точки зрения нет никакой проблемы считать, что все это было. Что Иисус действительно воскрес. Что ходил по воде, что накормил там голодных, там сколько надо было, там рыбами, хлебами. И воскрес. Конечно, никакой проблемы в этом нет. Поскольку создание христианства было исторически необходимым, то Бог сделал все эти чудеса. Ну что, Бог может всякого человека воскресить, ничего особенного в этом нет. То есть, все чудеса могли, не только что мы точно знаем, что они были, но они вполне могли иметь место, потому что нужно было, чтобы современники Иисусу поверили. Ну как иметь, чтобы поверили? Придется чудеса делать. Чудеса не свидетельствуют ни об истинности религии, ни об ее неистинности. Чудеса вообще... Не, не, да, чудеса это мелочи с точки зрения религии. Суть религии к чудесам вообще никакого отношения не имеет. Чудеса это для детей. Для детей это необходимо. Но, по сути дела, взрослая религия опирается на выбор. Я выбираю определенную религиозную точку зрения, потому что это соответствует моей душе, моему внутреннему чувству и так далее. Абсолютно чудеса это вторичная вещь, а вовсе не первичная. А само существование Бога это же тоже чудо? Нет, нет, нет. Казать же это никак не значит. Существование Бога. Что касается существования Бога, то это не вопрос чуда. Это не вопрос веры. Это не вопрос доказательства. Это вопрос выбора. Как я выберу, так будет. Поэтому всякий серьезный религиозный человек, прекрасно понимает, что существование Бога – вещь абсолютно недоказуемая. И почему ты считаешь, что Бог есть? Ответ – я выбрал эту позицию. Она мне больше нравится. Она соответствует моей интуиции. Может ли ты ее доказать? Разумеется, нет. Может ли ты ее обосновать? Окей, я могу ее как-то обосновать некоторыми доводами. Я прекрасно понимаю, что эти доводы никакими доказательствами не являются. Это доводы, которые я могу сказать. Для меня это разумно. Мне это нравится, этот подход. Но, например, я могу сказать, что из жизненного опыта я знаю, что никакие сложные системы не возникают случайно. Поэтому я не могу поверить, Янич, не могу поверить, что мир возник случайно. А ты мне говоришь, а теория эволюции это обосновывает. Я не могу поверить, обосновывает она, не обосновывает. В ней самой много противоречий вопросов. Это вопрос дальше выбора. Кто-то говорит, мне Бог не нужен, я в этой концепции не нуждаюсь. Я считаю, что мир сам возник. А кто-то говорит, нет. А я выбираю, что Бог есть. И это вопрос не даже, так сказать, теории вероятностей. Это вопрос наличия смысла. С точки зрения религии нет никакой проблемы в дарвиновской теории эволюции. Даже хоть и дарвиновской. В ней есть много проблем биологических. Но с точки зрения религиозной нет никакой проблемы, что человек произвел от обезьяны. Абсолютно. Это означает, что Бог запустил эволюцию так, что человек произвел от обезьяны. В этом нет вообще никакой проблемы. Потому что эволюция изучает не эволюцию души. Душа – это понятие для биологии непроверяемое, неоперационное. Проблема в том, остался ли человек обезьяна. Да, остался ли человек обезьяна, так, известное выражение. Неважно, не то, прошел ли человек с животным, остался ли человек с животным. Но то, что Бог мог запустить эволюцию, нет ни в него проблемы. Человек возник и из материи, и души. Ну, материя взялась из обезьяны, а душа с неба, ну и все, отлично, никаких проблем нет. Могли бы от медведей произойти. А как угодно. Да, в этом нет никакой проблемы в принципе. Поэтому никакая теория дарвина, никакая теория эволюции, никакая наука никак не противоречит религии в принципе. Выбор между верой в Бога или неверой в Бога – это только выбор между тем, что я хочу. Я лично вырос в неелигиозной совершенно среде, и причина, по которой я принял религию, была для меня следующей. Если Бога нет, то в мире нет смысла тотально. Я этого смысла… Вот, может быть, я был таким молодым, наивным, мне было лет восемнадцать. Вот. Значит, я решил, что я, может быть, математик, я слишком сильно индукцию провожу. Если в мире в целом все случайно, то в мире в целом нет смысла. Если нет смысла в системе, то нет смысла ни в какой ее подсистеме. Я понимаю, что это я математик такой, да, для меня это как бы очевидный выбор, да. То, что там подсистема десять уровней рекурсии, ну, там десять, какая разница, сколько есть, столько и есть. А смысла как не было наверху, значит, нет и внизу. Поэтому никакого смысла в жизни тогда нет. А я хочу, чтобы в жизни был смысл. Поэтому я выбираю быть религиозным, потому что я хочу, чтобы в жизни был смысл. Это мой выбор. Вот это было для меня примерно лет восемнадцать вполне осознанным, так сказать, выбором. Вот. Вторым причиной было в том, что я как математик не могу поверить в теорию эволюции, в ее случайность. Эволюция-то, может, и происходила, только я не верю, что она была случайной. Вот. И третье, то, что я, выросший в коммунистическом Советском Союзе, прекрасно понимаю, что нет способа обосновать запрет убийства, кроме как религия. Если Бога нет, то все позволено. И это совершенно, так сказать, это Достоевский здесь не случайно. Это так оно и есть. Поэтому с точки зрения коммунизма абсолютно все позволено, что выгодно. Ты, коммунистические люди, считаешь, что тебе выгодно вот этих убить и на органы их передать. Делай, не думай, все нормально. Вот. И это и есть основа, так сказать, коммунистической морали. Никуда от этого не деться. Выгодно морально то, что служит делу пролетариата. Это писал Ленин. С другой стороны, религия и ислам позволяет убийство животных. Говоря о том, что в перерахте и все, а они только мазов фрук меньше, значит, можно. А вот окрик... И концентрационные ленинги животных, которые... Да, да, да. То есть, абсолютно... Да, 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 я согласен с животными. Это Бог, получается, прямо по священному писанию позволяет. Да, совершенно верно. Животные... Потому что у животных не просто меньше мозгов, у них нет божественной души. Нету. Это же не факт. Это ничего, ничего вообще не факт. Вообще не факт. Не факт, что растения не чувствуют. Поэтому некоторые говорят, да, ты животных запрещаешь, если растения, думаешь, не чувствуют, а ты травку зеленую жуешь, морковку. А может, и тоже. Ты просто еще не представляешь, ты поймешь, и морковку нельзя есть, а нужно минералами питаться. Из нефти их, так сказать, тоже может быть, я не знаю. Вот. Иудаизм, кстати, не считает, что убивать животных хорошо. С точки зрения иудаизма идеал это вегетарианство. Но этот идеал должен человечеству дойти. Нельзя его навязывать человечеству. Потому что если неготовое человечество начинает считать животных очень, так сказать, важными, то они быстро становятся равными человеку. И там получается, что убить человека, что убить животное. И вот, чтобы этого не было, людям разрешили есть животных. Или божеством. Да, и есть животных, чтобы человек не слишком сильно приравнил человек к животным. Так, по крайней мере, смотрят иудаизм. Это вопрос непростой, я согласен. Но, тем не менее, да, животных убивать разрешается. И мучить. Нет, мучить не разрешается. Вегетарианство их мучает, да? Нет, послушайте, еще. Это дальше начинается вопрос. Я даже не мучаю. Послушайте, секунду. Нет, секунду, секунду. Я сам, вегетарианец, и действительно считаю, что делать не надо. Но это не надо навязывать. Потому что это должно прийти само. Это идет в ходе эволюции. Да, скажите мне, пожалуйста. Не, не, скажите мне, пожалуйста, простой вопрос. За последние, скажем, сто лет отношение к животным улучшилось или ухудшилось? Я считаю, что ухудшилось. Животномоческие фермы, конечно. Конечно. То есть вы уверены. А то, что, например, раньше бить животных, например, лошадей, было просто нормой жизни. А сегодня издеваться над животными не допускается. Как с интервью научил ее. Да, нет. Животномоческие фермы были точно такими же и 200, и 500 лет назад. Только объемы были поменьше. Отношение было точности такое же. Абсолютно такое же. Вот. Поэтому отношение, на самом деле, с тем, что с технологическим прогрессом, когда автомобиль пришел на смену лошади, из-за этого чувствительность человека к насилию над животными возросла в тысячу раз. Потому что до этого избивать животное было необходимостью нормой жизни. А потом это перестало быть. Просто совершенно недооцениваем, насколько технологический прогресс делает людей гуманнее. Просто тотально. Вот. Но это отдельный вопрос. Вот. Так вот, возвращаясь к тому, о чем вы спросили, а именно про веру я сказал. Да, вот. То есть я лично для себя не мог обосновать случайность эволюции. Я не мог поверить. Я не мог поверить. Не хотел, чтобы в мире не было смысла. Я хотел, чтобы было обосновано, чтобы убивать нельзя. Из этих трех причин я стал религиозным. Я выбрал себе в качестве религии иудаизм, поскольку он мне гораздо ближе. Во-первых, он естественней по происхождению моему, по культуре моей, по естественности, как бы преемственности. Ну и вообще изучая иудаизм, я видел, что он мне подходит. Ну вот я его и принял. Вы выбрали, но не верите. Почему нет? А вы сказали, что это не вопрос веря, а вопрос веря. Я выбрал так. Значит, верю. Я верю ли я? Да. Почему верите? Я так выбрал. Это и есть. Это Бога имеется в виду. Бога я верю, потому что я так выбрал. Я не только верю в Бога. Я верю, что тех старых дан с неба. То есть не просто как бы такую обстоятельную веру в Бога. Я прямо верю, что Бог дал на Синаете, Тару, 600-е и на Западе, что это божественное восстановление. Я общаюсь адоксально и религиозно. Адоксальный, а не, так сказать, при этом модернистский, потому что я считаю, что откровение продолжается. Но при этом совершенно, так сказать, в тех тонах я считаю священным в том смысле, что он дан с неба. Там Тара напрямую, а пророки там через откровение непосредственно, ну и так дальше. Так что у меня религиозность в учении, как бы, так сказать, существенная, а не просто так. Но, я забираю. Значит, в этом вопрос был, сначала вопрос был про факты. Теперь, что касается атеизма. В современном модернистском удаизме, к которому я придерживаюсь, отношение к атеизму следующее. Что атеизм это необходимый спарринг-партнер религии. Что без атеизма и религия не может правильно развиваться. Как в парламенте есть правительство и ее величество, так есть и оппозиция и величество. И она такая же часть, необходимая совершенно парламента, как и правительство. Не будет оппозиции, не будет правильно развиваться. Поэтому, что такое атеизм? Ведь дело в том, что божественность трансцендентна. То есть, находится вне мира, а не внутри мира. Внутри мира божественность проявляется. Но по источнику она трансцендентна. Поэтому, когда мы говорим «Бог есть», то слово «есть» относится к нашему миру внутри мира. То есть, относится к той божественности, которая внутри. И поэтому слово «есть» оно затушевывает трансцендентность божественности. Трансцендентности слово «есть» и слово «нет» – это одно и то же слово. Столь же правильно, как и одно и другое. Сказать про трансцендентность, что она есть, это пытаться трансцендентность засунуть внутри мира. Что уже насилие над трансцендентностью. И поэтому, когда мы говорим «Бог есть», то это не совсем правильная фраза. Она как бы подразумевает, что есть в том смысле, как все остальное в мире есть. И поскольку она не очень правильна, то приходит атеизм и начинает говорить «Бога нет» в том смысле, чтобы поправить наше представление о том, чтобы Бога мы не стали считать внутри этого мира, а продолжали его ощущать трансцендентность. Поэтому, с этой точки зрения, поскольку божественность бесконечна, то любые наши теологические представления ошибочны. Потому что всякая наша теология, она конечна, она ограничена, она примитивна, с точки зрения божественности. Об этом и Аббинахман совершенно замечательно говорит, что Бог, которого ты понимаешь, это маленький Бог, которого ты хочешь сунуть себе в карман. И заставит на себя работать. Да, поэтому ты должен прежде всего понимать, что то, что ты понимаешь, оно неправильно. Это лучшее, чего ты достиг на сегодняшний день. Но твоя задача, как религиозного человека, трансформировать и развивать и продвигать свои религиозные представления. Чтобы трансформировать и продвигать, нужен обязательно оппонент. Им работает атеизм. Большое спасибо атеизму, что он помогает религии развиваться. Это совершенно необходимая штука. Как и Равкук об этом пишет замечательно, что атеизм высмеивает ту часть религии, которая стала примитивна, чтобы очистить площадку для построения более высокой формы религии. Поэтому то, что атеизм работает и уничтожает религиозность, это он уничтожает только ту религиозность, с которой время прошло. Поэтому все нормально. Просто мы бы религиозные не стали бы ее счищать площадку, потому что нам ее жалко, но она все может и неправильно, но наши сантименты к ней есть. Поэтому мы бы ее высмеивать не стали. А приходит атеизм и без всяких сантиментов ее высмеивает. Большое ему спасибо. Теперь это что касается атеизма. Теперь что касается Индии. Значит, еще Филон Александрийский, то есть это минус первый век, и это одно из самых первых, как бы так сказать, теологических текстов. Ну не Танаха, Священного Писания, а теологических текстов иудаизма считает, что четвертая река, которая Дихон, это Инд. То есть, что кроме двух фундаментальных цивилизаций, исходящих из Ряйского сада, которые Египет и Вавилон, еще Индия тоже оттуда исходит. И поэтому индийская цивилизация является такой же фундаментальной, как и египетская и вавилонская, и должна быть на некоторой стадии правильно интегрирована. Теперь, что мы видим? Это Филон Александрийский 2000 лет назад. Теперь, что мы видим на практике? На практике мы видим следующее. Значит, дочерние религии иудаизма в виде ислама и христианства совершенно захватили весь окружающий мир, кроме Индии. Теперь, они полностью съели всю греческую цивилизацию, всю европейскую, тельскую цивилизацию, кучу всего остального и переработали, и распространили еврейские представления. Теперь, они активнейшим образом съедают буддизм. Буддизм, секунду, 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 съедают с огромной скоростью. Ну, например, такой контрольный вопрос. Сколько христиан перешло в буддисты за последние сто лет? Ну, по имейную цифру. Ну, я точно не знаю. Ну, вы никто не знаете, ну, примерно, ну, киньте цифру, не больше, чем, ну, не больше, чем миллион, правда? Ну, не больше, чем миллион христиан перешли в буддизм. Надо загуглить это. Ну, не загуглите вы, нет таких данных. Есть, там есть. Грубая оценка, ну, хорошо, загуглите, попробуйте. Сколько христиан перешло в буддизм? Я думаю, я думаю, что, ну, цифра там будет порядка десятков тысяч. Ну, допустим, сразу, скажем, не сотни тысяч, а миллион. А сколько буддистов перешло в христианство за последние столетия? Ответ, сотни миллионов. Это вся и вся Корея. Ну, южная, да? Теперь, это 200 миллионов в Китае. Понятно это, да? Теперь, то есть, переход буддистов в христианство... Китая 200 миллионов в христианство? В христианство, да, да, да. И даже больше. А где они? Самый, азоват Шанхай. В общем, чем более модернистское, тем больше переговор. Ну, это прагматическое решение такое. Что, что? Ну, прагматическое решение. Почему прагматическое решение? Нет, нет, наоборот. Это запрещенная религия. Ее преследуют в Китае. Там же все равно храмы-то есть, и патолические. Что, что? Правда, на территории Китае есть храмы патолические. Есть, 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 да. Поэтому его не преследуют в таком виде. Преследуют распространение, не печатание Библии запрещают. Решают распространяться. Это почти, ну, например, католики назначают епископов в Китае секретно. Потому что просто могут уничтожить. Вот. То есть это дело, но в Советском Союзе тоже были церкви открыты. Да, так сказать. Но, тем не менее, сажали просто священников тысячами. Вот. Теперь. Ну, вот Кореи достаточно уже одной, да, так сказать, 50 миллионов человек. Да? То есть буддисты переходят в христианство просто в огромном массовом количестве. Не примерно столько же, а в тысячу раз больше. Понимаете, да? А это почему христианизируется? Да, почему. Причины очень простые. Какое восприятие человека на Западе? То есть в иудаизме и дальше христианстве и исламе. Что Бог создал человека по образу и подобию. Это основа основ вообще понимания. То есть человек – это образ Бога на земле. Бог человека любит. Бог человеку дает задачки. Бог человеку дает проблему. Потому что Бог человеку продвинуть. И в целом все будет хорошо, потому что Бог человека любит. Это просто основа основ монотеистического взгляда на мир. И мир к этому продвигается. Теперь, с точки зрения буддизма и конфуцианства, есть в мире колеса кармы, которые ты, главное, под них не попадайся. Главное, что ты должен делать, ты должен правильно себя вести, чтобы тебя не раздавило. Поэтому приходит корейский миссионер к китайцу. Я, конечно, насказать витрирую, естественно. Приходит корейский миссионер к китайцу и говорит, «Ну что, ты же понимаешь, что ты песчинка, имея зданию, на тебя наплевать?» Он говорит, «Конечно». Он говорит, «А на самом деле Бог тебя любит». Он говорит, «Неужели?» И становится христианином. Понятно, да? Если нужно более четко объяснить, то можно сказать, что Христос умер за тебя. Вот за тебя. «Неужели за меня?» Вот да, за тебя. И все. Понятно. Вот. Теперь, то есть, этот корейский миссионер, этот корейский миссионер, так сказать, ему продал, в таком смысле, да, иудаизм в форме христианства. Понятно, да? Потому что фраза «Христос умер за тебя» действует несравненно сильнее, чем просто Бог тебя любит. Иисус за Богу смотрит слишком далеко. А вот прямо «Христос умер за тебя», вот лично за тебя, ты равен Богу, ты божественный образ на земле. Но это абсолютно другой уровень. Поэтому за всю историю человечества, за всю историю человечества, было сотни народов, которые перешли с идолопоклонства, то есть с кармической религией, на монотеистическую. Не было ни одного случая в истории человечества, чтобы народ перешел обратно. Судяло христианство, это чистая вода идолопоклонства, потому что Иисус – это человек, которому поклоняются. Почему христианство и ислам – это никакое не идолопоклонство? Начнем с того, что в исламе вообще Мухаммаду не поклоняются никогда. Мухаммад – пророк, но ему не поклоняются тотально. Такого нет. В христианстве Иисус является образом Бога, а не отдельным существом. Он является Богом в том смысле, что он один из образов Бога. И то, что называется в христианстве ипостась. Христианство категорически запрещает считать, что Иисус – это отдельное божество, которому поклоняются. Ни в коем разе. В христианстве – это то, что Бог проявился через человека. Проявление. Проявление, да. Теперь. Дальше я сейчас не хочу проводить очень сложную теологическую дискуссию, но с точки зрения иудаизма ситуация такая. Евреям это запрещено. Неевреям это разрешено. То есть с точки зрения иудаизма, для неевреев христианства – это монотеизм. А для евреев христианства – это долопоклонство. Не потому, что он сам по себе идулопоклонство, а потому, что просто к евреям более жесткие требования предъявляются. Народам мира не предъявляются таких требований. В этом смысле христианство, конечно, монотеизм. Потому что суть и айтисти между монотеизмом и долопоклонством не в том, что Бог один или Богов два или несколько, а в том, что высшая сила – это личность, или высшая сила – это закон природы. В любой кармической элигии, в любом идулопоклонстве высшая сила – это не Зевс, и тем более не Будда, который просто учитель, а высшая сила – это всегда закон. То есть это может быть карма, это может быть рок, но есть нечто, что закон природы над богами, над людьми, надо всем. А вот в монотеизме высшая сила надо всем – личность. И вот это кардинально меняет ситуацию. То есть разница в том, что высшая сила – личность – это, конечно, и христианство, это, конечно, и ислам, и в этом смысле это монотеистический комплекс человечества, но это не буддизм. Вот поэтому, когда европейцы становятся буддистами, то они, по сути дела, не отказываются от монотеизма. Они просто себе добавляют еще такой некий цвет, некую небольшую философию. Европейцы, вопританные в монотеизме, уже не могут отказаться от монотеизма. Потому что главное в монотеизме – это статус человека. Если бог – это личность, создал человека по обозу и подобию, то человек – это свеоточие бога личностного на земле. И вот это не денется никуда. Хоть он формально скажет, да, я здесь дзен, и я здесь это самое, и буддистскую невозмутимость культивирую, он все равно остается монотеистом. Вся цивилизация монотеистическая. И поэтому все это, Запад вообще сделал рывок мировой, именно потому, что его цивилизация монотеистическая. Потому что это место, монотеизм – это, скорее всего, место человека на земле. А уже потом, как бы, образ Бога, он реализуется в месте человека на земле, а не в самом по себе, так сказать, теологии. Так, да, так вот, чтобы завершить, поэтому буддизм съедается христианством и исламом активнейшим образом, а вот индуизм – нет. Индуизм – действительно сильнейшая вещь, которая выдержала христианское завоевание, исламское завоевание, и не была обращена ни в христианство, ни в ислам. Теперь, если индуизм – это фундаментальная, одна из рек, исходящих из израильского сада, то это значит, что он не может влиться в другие реки. То есть ни христианство, ни ислам индуизм съесть не могут. Поэтому, действительно, индуизм – древнейшая система. И она, как она будет интегрирована, я не знаю. Это следующего этапа вопрос не мой. Индуизм, в отличие от иудаизма, это не народ. Поэтому древность цивилизации – это не древность народа. Нет народа такого, или того народа, на котором написаны веды, и санскрит живым языком не является. Значит, в этом смысле евреи – все равно самый древнейший народ, хотя индусская цивилизация действительно, как цивилизация, она действительно сопоставима с евреями. Если я на этот вопрос ответил. Что касается Каббалы. Значит, прежде всего, Каббала – это действительно мистическая часть иудаизма. Это такое же наследие библейских пророков, как и все остальное. Теперь, в отличие от деудивчестий иудаизма, она говорит о смыслах, и поэтому ее можно изучать только, когда человечество достигает определенного уровня развития. И последние 200 лет Каббала чрезвычайно широко распространяется. Теперь, в Каббале есть очень сложные вещи, которые, если их начинать примитивно толковать, то все будет плохо. Ну, смотрим в качестве примера сложные вещи. Вот вопрос. А вот говорят, что в Каббале душ евреев происходит из одних миров, а души неевреев из других миров. Ответ. А если вы открываете просто Библию, там что, не написано более-менее то же самое? Нет. Вот написано, евреи, избранный народ, особая миссия, все совершенно особое, сделано специально. А чем же оно другое, извините? Это просто, что дали евреям завет, чтобы... Окей, 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 хорошо, хорошо. То есть, тогда получается, что то, что евреи особый народ, это совершенно никуда не деться. Дали евреям завет. То есть, что такое завет? То есть, миссию. Значит, у евреев есть особая миссия. Есть, значит, евреи особый народ, ненормальный. Все народы нормальны, а евреи ненормальные. Теперь, это мы видим чисто фактически. Берем еврейскую историю, берем историю всех других народов. Видим, что евреи ненормальный народ. Чего с этим не поделаешь? Это факт. Теперь, с точки зрения Танаха, то есть, в смысле, книга, библейских книг, евреев есть особая функция, особая миссия. То есть, называется избавность. Ну, знаешь, это особая вещь. Так, как всякую такую... Сейчас. Что касается... Поэтому особый статус еврейского народа с этим не деться никуда. И как другие народы это все приняли в качестве своего священного писания, при том, что это вот так прямо написано, это значит, что вот что-то необычное. Теперь, если вы посмотрите реальную структуру еврейского народа, то в еврействе есть такое понятие ги-юр. Ги-юр означает, что человек, который родился в любом другом народе, сделав ги-юр, становится евреем. То есть, принципиально, абсолютно любой человек, китаец, малаец, бурят и монгол, и мулат и креол, сделав ги-юр, становится стопроцентным евреем. Не иудеем, да, как некоторые ошибочно думают, а евреем. То есть, еврейский точек зрения, еврейство не является расой ни в каком смысле. Так хоть его происхождение никакого значения вообще не имеет. Но с другой стороны, нельзя перестать быть евреем и уйти из еврейства. Но вот стать евреем и прийти в это можно. Уже это показывает... Это тело, как вы говорите. Хорошо, хорошо. А я говорил о душах. Окей, окей. Тогда вопрос. А до того, как он сделал ги-юр, какая у него была душа, откуда она происходила? Если человек сделал ги-юр, стал евреем, вроде бы души евреев происходит вот так, а души не евреев вот так. А у него-то была, он родился не евреем. Значит, тут вроде не ошибается. Ну, секундочку. Скульпчук, вы понимаете, да, что это никак не согласуется. Тут в корне просто... Секунду, одну секунду, одну секунду. Понимаете, да? Теперь, если вы скажете, ну, мало ли, у него душа поменялась в этот момент. Ну, как довольно странно, честно. Это странно, да. Странно, да? А то, что он родился, значит, он мог стать евреем, не мог не стать, не стать евреем. То есть, это все показывает, что мистику нельзя вот так вот буквально толковать. Понимаете, да? То есть, есть некоторая у человека, у всякого, есть индивидуальная душа, но за ним стоит общенациональная душа. Каждый человек опирается в своей индивидуальной душе на некоторую общенациональную душу. Он ее тоже может трансформировать постепенно. Но это непростая штука. Это и есть национальная культура в таком простом смысле. Национальное достигнутое самосознание. Оно разное у разных народов. Понятно. В мистическом плане это вот выражено в этой книге в Тане и так-то. Но это не надо просто понимать вот так буквально и вургарно. И все тогда будет нормально. Поэтому не то, что эта теория ошибается, а просто ошибка глубокая, ее буквально вот так понимать. Ну и так, это примитивно. Вот. И поэтому верно действительно, что есть определенные уровни. Ну, например, скажем, у народов мира определенные вещи в общенациональной душе не реализованы. Они в потенциале есть, но в реализации их еще нету. Потому что слишком мало людей этого народа еще там чего-то сделают. Допустим. Когда он сделает больше, то в общенациональной душе произойдут перемены. Но это надо делать. Понятно. Ну, что делать? У одного, ну, например, там я сравниваю вам такую вещь. Приходит француз, допустим, говорит, а вот в нашей стране есть тысячелетия или там две тысячи лет памятниковой их текстуры. А в вашей стране нету. Говорит, ах, ты считаешь себя выше меня? Ах, ты белый, как это сегодня называется, белый white supremacy, этот самый белый супремасист. Вот ты считаешь, что белые достигли больше, чем черные, и ты ненавидишь бедных, значит, африканцев, потому что, значит, ты отнял у них все их достояние, белые себе, ну, и всякая прочая современная, там, якобы, политкорректная чушь. Понятно. Но факт, что у французов действительно, ну, чего, да, у них действительно тысячелетие архитектуры. Но у других, ну, нет этой архитектуры, и ничего с ним не поделаешь. Я говорю, но в французской культуре, да, есть готика, и есть совершенно другие этические представления, чем в другой культуре. Не только французы лучше, или французы хуже, а французы уже это заработали, а другие это еще не заработали. Так надо у них, у французов, учиться, и свое делать, и все будет нормально. Здесь то же самое, понимаете, то есть это нужно воспринимать, как некоторый проработанный продукт. В каждой культуре он разный. Понятно. Нужно не обижаться, что другие считают, что у них это есть, а строить свое, и все будет отлично. И пользуется сколько стоит пеничка. Хочу просто подчеркнуть, что моей задачей совсем не является трансформация христианства, например. Моя задача трансформация иудаизма, прежде всего. Занимаюсь я в основном модернизации иудаизма. А отношения с христианством, например, у меня, просто потому, что это часть модернизации иудаизма. Но прежде всего, так сказать, я стремлюсь трансформировать свое. А уже прежде всего, а уже как следствие всего этого, уже взаимоотношения со всем остальным. Вопрос. Зачем человеку иллигия? Я думаю, что самая главная роль иллигии это расставить некоторую систему ценностей. Потому что как бы как я, я воспринимаю мир, что есть разные способы общения человека с миром. Весь мир божественный. И человек появляет божественность через разные каналы. Наука это власть над миром в том смысле, что она помогает предсказать результаты наших действий. Поэтому владение наукой помогает построить разную технологию, только мы знаем, что будет в результате того или другого действия. и соответственно более успешным быть в практической стране. Искусство это самовыражение личности и эмоции. А вот система ценностей это религия. И в этом смысле одно, другого и третьего не может заменить, потому что это есть три параметра нашего существования. Попытки вмешаться в чужой параметр очень отрицательный. Когда искусство говорит, зачем мне нужна элигия, я искусство саму дам систему ценностей, оно этого сделать не в состоянии. То есть так же наука. Когда наука думает, что она может дать систему ценностей вместо элигии, это не в состоянии. Я привожу себе такой пример, хотя люди науки конечно от этого отбыкиваются всячески, но серьезно говоря, Советский Союз, марксизм, коммунизм, это была система, построенная на науке, на науке определенного развития, но они себя вполне серьезно считали, без всяких шуток, издевательств, что она действительно основана на передовой науке, она делает так, как положено по науке, управляет миром с научной точки зрения. Вот был, так сказать, поэтому сталинский кровавый режим это был режим, основанный на науке, в этом смысле. Да, система управления. Да, да, но и ценности основаны на науке. Они считали, что они подходят совершенно честно научным образом, как наука раскрыла. Вот, поэтому наука, конечно, сегодня от этого отбрыкивается и, так сказать, говорит, да что вы, это, так сказать, всякая вера в коммунизм, но на самом деле это и есть следствие науки и атеизма. Вот, поэтому атеизм и наука, в связи с атеистической, никак не могут списать преступления коммунизма Сталина, Мао, Пулпота, Кастая на Кубе и все прочее. Это прямое следствие наукаверия. Вот. Можно сказать так. Точно так же неправильно претензия религии, что мы все скажем, мы другим прониктуем, а наука и искусство нам просто, как бы, так сказать, помогают. То есть претензия каждой из трех наука, религия и искусство на полное доминирование они всегда кончаются плохо. Поэтому единственный способ это равновесие между всеми теми. Кастая на Кубе